Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Обычно на канале Шахматы для всех не разбираются блиц-партии, сыгранные в интернете. Но сегодня, уважаемые зрители, мы с вами все же рассмотрим очень интересный поединок, который был сыгран в рамках одного из титульных вторников на сайте Чизком в сентябре 2022 года. Белыми играл очень перспективный юный международный мастер из Киева Игорь Самуненков. Его соперником был всемирно известный международный гроссмейстер из Англии, написавший множество шахматных книг по теории дебютов, шахматный комментатор, а также автор многих обучающих видеороликов по шахматам. Партия эта протекала по очень интересному сценарию, а в финале мы с вами увидим настоящую шахматную трагикомедию. Д4 сыграл Самуненков, Е6, Ц4, Ф5. Это голландская защита. Ж3, КНФ6, СНЖ2, СНЕ7, КНЦ3. Рокировка КНФ3, Д6. Черные избирают так называемую систему Ильина Женевского, или же классическую систему голландской защиты, как ее часто именуют на западе. 2-0 играет Самуненков. В этом известном положении черные чаще всего ставят Ферзя на Е8, переводя его на Ж6, либо Х5, в зависимости от реакции белых. Но Саймон Уильямс избирает другое продолжение, ставя коня на Е4. Забирает Самуненков, линия Ф открывается, КНД2, дважды атакуя пешку, защита. Любопытно, что эту же позицию Уильямс разбирает в своей книге Play the Classical Dutch 2003 года. И там рекомендуют сильнейший ход за белых, а именно Ф3, продолжая атаку пешки Е4. Но его юный соперник сделал другой ход. КНБ1. Самуненков тратит слишком много времени на маневры коня в дебюте, и Саймон Уильямс пытается это использовать. Бьет по центру ходом С5. После размена на Д5, КНЦ3, С4 и Б3. Слон Б4 играет черные, нападая на слона. Вновь атака Ферзем, защита, КНЦ6, Е3. Происходит размен на Б3. Хотя, конечно, это было совсем не обязательно. Теперь черным приходится отходить Ферзем на Д8. И тут украинскому шахматисту предоставился прекрасный шанс получить большой перевес взятием на Е4. В случае слон Д2 фигуру забирает конь, а если же забрать коня, то Ферзь С4, шах, и белые отыгрывают фигуру. Но Самуненков сыграл иначе. Он пошел конь Е2. Слон Д6 играют черные. Саймон Уильямс начинает создавать атаку на королевском фланге. Белым в преддверии этого нужно было все-таки сыграть Ф3, вскрывая центр. В таких условиях черным было бы очень сложно атаковать короля белых на фланге. Но Аш3 играет Самуненков, тратя драгоценное время. Слон Е6, Ферзь Б2, Ферзь Д7, нападая на пешку, защита и Ж5. Атака черных становится угрожающей. Белые пытаются контратаковать на ферзевом фланге. Но после Б4, Х5, Б5, КЕ7, ладья АБ1, черные играют Х4, слон Б4. И тут интересно было взятие пешки на Ф2, чтобы потом забрать еще и на Ж3. Но КФ5 играет Саймон Уильямс, еще раз нападая на белую пешку. Размен на Д6, Ферзь Б4, конь становится на С4. Ладья БЦ1. И тут англичанин допускает серьезную неточность. Перед тем, как поставить ладью на С8, нужно было разменяться на Ж3. Брать пешкой плохо ввиду конь Е3. А после конь бьет Ж3, белый конь на этой позиции не очень-то активен. Черные спокойно играют ладья АС8, продолжая развивать свою инициативу. Но Уильямс, ладья АС8, сыграл сразу. И после размена на Х4, Самуненков поставил коня на Ф4. Очень прочная позиция для коня. В таких условиях создать атаку на белого короля уже не получается. Более того, белые переходят в контратаку. И чтобы не допустить ее, Уильямсу нужно было пожертвовать качество, забрав на Ф4. Но Самуненков просто отвел слона на Ф7. Ладья Ж1, король АС8. И тут уже украинскому шахматисту нужно было пожертвовать качество на ферзевом фланге. Отдать ладью за коня. Брать ладьей нельзя. Теряется вторая ладья на Ф8. А если сыграть ДЦ, то Д5 и белые, открывая диагонали, все-таки в конце концов добираются до черного короля. Но украинский мастер также ошибается. Блиц есть блиц. Ферзь Е1. Играет Самуненков. Ферзь Е7. Слон Ф1. Конь Д6. Слон Е2. Размен на С1. И слон Е8. Ферзь С5. Играют белые, прикрывая свою пешку и нападая на А7. Слон отходит на Ф7. Пешка Ф2 уязвима. Поэтому брать на Д5 белые не могут. Они защищают эту пешку ладьей. И тут ладья С8. Самуненкову нужно было забрать на А7. Сохраняя большой перевес, но он пошел в окончании. Забрав на Д5. И в итоге после размена Ферзей, ладья С2, Ф3. Взяли, забрали, скушали, съели. Получилась абсолютно равная позиция. У белых формально лишняя пешка, но все же отдаленная проходная черных, которая создается после А5. Взяли, забрали. Полностью компенсирует минимальный материальный урон. Игра успокоилась, но лишь на время. Слон Д5. Играют белые. Король Ж7. Король Ф3. А5. Взяли, забрали. И партия перешла в коневое окончание. Черные продвигают свою крайнюю пешку. Белые двигают пешки по центру. Конь С3. А3. Король Ф4. Конь Б5. Типичный отвлекающий маневр, с помощью которого черные отгоняют белого коня на блокадное поле А2. Перед этим Самуненков, не теряя пешку, дает ею шаг. Отходит на А2. Король Д6. Король Ж4. Король Е5. Взяли, забрали. Король Ж5. Черные, наконец, восстановили материальное равновесие. Но и у белых появилась крайняя проходная. А4. Играют Самуненков. Конь Д6. А5. Тут черные могли спокойно продолжить игру конем. Например, дать шаг. Далее Конь Е5. Король Ж7. Конь Ж4. И на доске ничья. Но Вильямс, видимо, хотел выиграть эту партию. Сыграл Король С4. После Король Ж6. Король Б3. А6. Отдает Самуненков своего коня. Но все-таки первым ставит на доску ферзя. А8 ферзь. А2. Получилась вот такая очень любопытная позиция. Интересно, что не будь у черных коня. Это положение было бы абсолютно ничейным. Благодаря тому, что проходная пешка черных дошла до предпоследней линии. И сама она является ладейной. Спасает пат. Но при наличии коня пата нет. Впрочем, компьютерная оценка этого положения также равенство. Но играть, конечно, можно и нужно. Все же наличие черного коня вносит определенные коррективы в разыгрывание этой позиции. Самуненков играет ферзя Ш1. После король Б2 приближает ферзя с шахами. И далее. Король Б1, ферзь Д1, король Б2, ферзь Д2. И здесь Саймон Уильямс допускает очень серьезную ошибку. Конечно, автоматически хочется сыграть король Б1. Так и сделал английский гроссмейстер. Но именно этот ход проигрывает партию. Нужно было сыграть король Б3. Дело в том, что после ферзь С1 черные успевают подключить коня. И белый король расположен слишком далеко, чтобы помешать превращению черной пешки в ферзя. Король Ф5, конь А3, далее конь С2 и А1 ферзь. Это ничья. Но Уильямс сыграл король Б1 и позволил ферзю зайти на Б4. Опять же, не будь у черных коня, здесь можно было сыграть и король А1, и король С2. И король С1. Все эти три хода приводили к ничьей. Но если здесь сыграть король С2, то после ферзя А3, король Б1, шах, приходится ходить королем на А1, защищая пешку. И после ферзь С2 пата нет, следующим ходом белые ставят мат. Поэтому сразу король А1 сыграл Саймон Уильямс. Понятно, брать коня на Д6 белым нельзя. Получается сразу же ничья. Поэтому король Ф6. Вот такая трагикомичная ситуация. Конь черным не в радость. Без него был бы пад. А так, словно привидение, он продолжает блуждать по доске. Белые его игнорируют. При этом, конечно, внимательно следя за возможными коневыми вилками. И в конце концов побеждают. Конь Б5. Король Е5. Конь А3. Король Е4. Избегая двойного удара на С2. После конь С2 шах. Король Б1. Еще один шах. Если пойти на С1, то теряется пешка. Поэтому король А1. Последняя надежда на взятие коня и пад. Но, конечно, Самуненков верен своему курсу. Он продолжает игнорировать коня черных и подводит короля. Шах. Брать, опять же, нельзя. Получается пад. Король С3. И белые угрожают матом в один ход. Если пойти конь Д3, то, опять же, коня никто не берет. Мат в два хода. Ферзь Д1. И ферзь С1 мат. Поэтому конь Д5. Уже в который раз конь предлагает себя в жертву. Ставит шах. И тут Самуненков коня забирает. Саймон Уильямс сдался. Так как пата нет. После король Б1 он получает мат. Ферзь Д1. Вот такая замечательная партия, в которой главную драматическую роль сыграл черный конь. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.